Сегодня стало известно, издательство, которое выпустило учебник общества знания для восьмого класса, приостановило его продажу. Причина — громкий скандал, который разразился, когда школьники и их родители внимательно прочитали одну из глав. Они пришли к выводу, по этой книге учить подростков нельзя. Репортаж Ильи Костина. Прорубая окно в мир знаний, он живет как на качелях, то вверх, то вниз. За прорывом, когда кажется, что вот он, растет гений, Андрей неожиданно может совсем потерять интерес к учебе. А потом будто с новыми силами — сесть за учебники. Я сейчас скажу, какие уроки самые любимые. Это физкультура, английский, русский и литература. Я люблю математику, историю и биологию. Когда Андрею поставили диагноз — аутизм, родители сразу решили, он пойдет в московскую школу 1465 совместного, или, как говорят специалисты, инклюзивного обучения. В классе он занимается вместе с обычными детьми. Как считают учителя, его успехом порой могут позавидовать многие сверстники. Неудивительно, что историю с учебником общества знания, в котором таких детей с особенностями развития посчитали не личностями, здесь восприняли очень лично. Есть какие-то группы лиц, которые нехорошие, плохие, которые относятся к разряду человеческого мусора. А вы, ребята, хорошие, вы не такие. То есть, в принципе, этот посыл, при котором можно отстраивать, ну, как сказать, воспитательные маневры за счет ущемления кого-то. Учебник общества знания Анатолия Никитина и сейчас в свободной продаже. По крайней мере, мы без особых проблем нашли его и купили в одном из книжных магазинов Москвы. Скандал разразился после того, как внимательные восьмиклассники обнаружили в пособии и поделились с родителями сентенциями, мягко говоря, сомнительного содержания. Вот лишь фрагмент главы «Духовный мир личности». Открываем десятую страницу. Текст, по которому школьники должны, видимо, учиться, как относиться к своим сверстникам с особенностями развития. Цитата. «Представьте себе человека с раннего детства, страдающего серьезным психическим заболеванием. Он не способен к учению, труду, созданию семьи, ко всему тому, что образует духовный мир личности. Перед нами, конечно, человек, но каких-то важных сторон человеческой сущности он лишен. Иначе говоря, он не является личностью». Конец цитаты. А это Московская школа номер 57. Одна из тех, где занятия по обществознанию проводятся как раз по этому учебнику. В школе от комментариев отказались. Заметив только, что учебник был рекомендован к использованию министерством образования и не раз переиздавался. В самом министерстве подтверждают, пособие на стадии проверки прошло все необходимые согласования. «Научную и педагогическую экспертизу проводила Российская академия наук. Общественную экспертизу данного учебника проводило некоммерческое партнерство Лига образования. Мы выясняем причины, по которым данный фрагмент был включен в текст содержания учебника». Скандальное пособие будет изъято из продажи. Об этом говорят теперь и в Министерстве образования, и в издательстве, которое выпустило в тираж этот учебник. «В ближайшее время учебник будет отправлен на дополнительную независимую экспертизу, по результатам которой можно будет сделать какие-то окончательные выводы. В том случае, если учебник получит отрицательное заключение экспертов, мы готовы отозвать его из школ и заменить на другой учебник по обществознанию». Между тем, психологи и правозащитники, ознакомившись с содержанием учебника, считают, что своими высказываниями авторы фактически посягают на так называемые неимущественные права детей с нарушенной психикой, и таким образом умоляют их честь и достоинство. «Мы не можем таким образом формировать мнение детей, не можем формировать их неокрепшие мозги таким образом. Это приводит к тому, что формируются эдакие ярлыки, которые навешиваются на человека и сопровождают всю его жизнь, и в общем-то сильно мешают жить». Ответить на обвинение в свой адрес автор учебника Анатолий Никитин не сможет. Кандидат педагогических наук скончался еще 9 лет назад. Его супруга, в исходных данных она указана как соавтор, сегодня была недоступна для комментариев. Большинство своих монографий и пособий по обществознанию, а это как минимум 50 книг, супруги написали еще в советский период. И не исключено, что сейчас под огонь критики они попали как раз еще и потому, что в своих трудах ориентировались на постулаты еще старой академической науки. С тех пор, по крайней мере, хотелось бы в это верить Андрею и его друзьям, отношение к особым людям не только в науке, но и в обществе сильно изменилось. А ответ на вопрос, быть или не быть, личность или не личность, увидев этот цветок, собственноручно сделанный и подаренный сегодня нам Андреем, становится очевиден, кажется, и без всяких учебников. «Посмотрите, какой цветок у меня получился. Красивый». Илья Костин, Лилия Зорина, Муниса Усманова, Дмитрий Матюшин, Первый канал.